Гладкий асфальт, новая дорожная разметка и благоустроенные зоны для людей с ограниченными возможностями. В Ставрополе завершается ремонт дорог и пешеходных тротуаров на двух улицах. На Мира все готово на 99%. А вот по улице Лермонтова, от Доваторцев и до переулка Зеленого, работы продолжаются. Однако осталось лишь устранить небольшие недочеты. Сейчас здесь приступили к установке мусорных урн, скамеек и поручней для инвалидов. Также ведется работа с собственниками земельных участков для благоустройства принадлежащих им территорий. Примечательно, что ремонт пешеходных зон осуществлялся при постоянном содействии представителей городского общества инвалидов. Данные обходы с обществом инвалидов и со всеми у нас проходят с первого дня, были до начала ремонта работы, в период строительства практически еженедельно. Мы все замечания, которые нам представляют общество в части доступной среды, мы все устраняем максимально короткие сроки, где-то занижаем, где-то будем ставить дополнительные поручни. Как отмечает председатель городского общества инвалидов Владислав Полтавский, Ставрополь выгодно отличается от многих городов России своей благоустроенной средой для людей с ограниченными возможностями. Однако и сейчас все еще остаются недочеты и, соответственно, появляются новые пожелания. ОНФ, как и городское общество инвалидов, также принимало непосредственное участие в инспекции всех работ по замене дорожного покрытия и благоустройству пешеходных зон. Очень показательно, что к активистам Народного фронта обратилась администрация и инициатором сегодняшнего мероприятия является администрация города Ставрополя с целью действительно проверить непредвзято, насколько уже выполненные работы соответствуют качеству, насколько среда является доступной и для малогабаритных граждан, и для мамочек с колясками, в целом, насколько это удобно, насколько комфортно. И очень важно, что мы это мероприятие проводим на этапе выполнения работ. Мы можем указать подрядчику, где что-то он не доработал, где-то они что-то не увидели, и это сразу же исправляется, сразу же вносятся корректировки, и в итоге мы получаем действительно доступную среду, красивые пешеходные дорожки и, в целом, комфортную улицу как для машин, так и для пешеходов. Как сообщил заместитель главы администрации Ставрополя Иван Скорняков, все оставшиеся работы по улице Лермонтова должны быть закончены до начала международной студенческой весны, которая стартует в городе уже 4 июня. Всего же ремонт двух центральных улиц Ставрополя занял полтора месяца. Илона Домарева, Максим Квитковский, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.